Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодняшняя тема моего выступления называется «Антикризисное управление в образовании». Последнее время словосочетание «кризис в образовании» у многих на слуху. От высоких трибун до родительских собраний – это, наверное, одна из самых обсуждаемых тем. Не беря во внимание дистанционное образование, конечно. Но сколько бы от там до там не обсуждали и не решали этот вопрос? Кризис что-то так и не проходит. Наверное, обсуждают и решают не то, или не тем, или не там. В общем, что-то с этим не так. Давайте мы попробуем разобраться в этом опросе. Итак, чтобы разобраться в опросе, нужно разложить все по полочкам. Во-первых, давайте разберемся, что такое вообще кризис. Учение о кризисах поднял еще Карл Маркс. С тех пор написано много умных книг о предсказаниях кризисов и мерах борьбы с ними, о многом другом вокруг да около. Разные авторы выделяют многие виды кризисов – от экономического, про которые, наверное, все слышали, политического, тоже вроде бы все ясно, когда верхи не могут, а не за них хотят, до психологического кризиса, проявляющегося в виде стресса, чувства неуверенности, страха за будущее, неудоверенности работы с социальными положениями и так далее. Технологического кризиса – это несовместимость существующих технологических идей при потребности в новых технологиях, которые проявляются как отторжение новых технологий и так далее и тому подобное. На этом все мы останавливаться не будем, а вынесем только вывод из всех этих работ. Упрощенно, кризис – это несоответствие чего-то, чему-то в системе, какой-то сбой, неполадка, из-за чего эта система работает не так, как надо, выдает не те результаты, которые были ранее или которые от нее ожидали. Наглядно, это можно представить, как механизм шестерен. Например, вот такой простой. Видите, все шестерни разные, крутятся по-разному, но вместе дружно передают крутящий момент от входного вала к выходному. Также в образовании знания посредством команды учителей передаются детям. Но на рисунке это был простой механизм. А ведь он бывает и вот таким, и вообще вот таким из двух валов, которые крутятся навстречу друг другу. А теперь попробуйте представить весь механизм процесса образования, где валов и шестерен очень много. Это и школа, и родители, и интернет, и друзья, и много-много другое. И все шестерни этого механизма ну стопроцентно крутятся в разные стороны. Чем сложнее система, а образование это очень сложная система, тем понятно увеличивается риск поломки в этой системе, что что-то пойдет не так, как задумано, как она должна работать. Вот это и есть кризис. Чтобы с ним справиться, нужно вернуть работу системы в назначенное ей русло, чтобы на выходе было то, что надо. Это и есть антикризисный менеджмент, задача руководителя. Все просто. За исключением нескольких пустяковых вопросов. А как же определить, какая шестеренка поломалась и крутится не туда? Как разобраться в работе всей системы в целом? Как заставить ее работать как надо? Ну и самое интересное, а что собственно надо иметь на выходе? Многие говорят о необходимости инноваций в образовании, изменений, школе 21 века. А на самом деле, давайте вначале разберемся, в чем же кризис в образовании? Что не так с его шестеренками? Все понимают это по-разному. Отсюда и шатание стороны в сторону. Что же сделать, чтобы выйти из кризиса? Но ведь пока не ясно, с чего выходить. Не ясно ведь и куда идти. Возьмем основные принципы образования Макаренко, сформулированные почти сто лет назад, и оттолкнемся от них. Никто ничего лучше, революционнее, так сказать, не придумал. Они актуальны до сих пор. Основа методики Макаренко – это воспитательный коллектив, в котором дети связаны между собой и учителями, общими, дружескими, бытовыми и деловыми целями. И это взаимодействие является необходимой и достаточно комфортной средой для развития личности. Социальная адаптация ребенка к изменяющейся окружающей среде прививает ответственность, товарищество, любовь к труду. При этом сам коллектив должен развиваться, ставить новые цели и поэтапно идти к ним, а каждый ребенок вносить свой вклад в этот общий процесс и осознавать его результаты. Все это как было актуально сто лет назад, так и остается актуальным сегодня. Тогда в чем же кризис? Задайтесь вопросом, а в вашем учебном заведении все ли заветы того же Макаренко Антона Семеновича выполняются? А так ли они исполняются, как надо? Механизм-то работает? Современные теоретики образования называют две составляющие кризиса – так называемый современный дефицит реализации основных принципов образования и несоответствие имеющейся системы образования новым изменившимся условиям. Хотя, на мой взгляд, второе является основной частью первого, ведь у Макаренко и так были заложены мысли про приспосабливаемость к изменению окружающей среды. Получается, что кризис в образовании заключается в несоответствии существующей системы образования изменившимся внешним условиям. В условиях изменения социально-экономического обустройства общества система образования в России за сравнительно короткий период также пережила целый ряд изменений. Государственная стандартизация образовательных услуг при отказе от государственной монополии в области образования, переход к платному образованию – все это изменили требования к содержанию образовательной услуги. А в этих изменившихся условиях накопленным руководителями и специалистами системы образования замечательный опыт не срабатывает. Требуется модернизация системы образования. На федеральном уровне заявляется об инновационном управлении образования, запущены в действие национальные проекты по реструктуризации образования и так далее. Все это хорошо, все известно, даже понятно, но все это как-то не близко от нас с вами, где-то там, наверху или рядом. А как это приспособить конкретной нашей реальной практике к нашему образовательному учреждению – не совсем понятно. На деле может получиться, как в известной басне. Вот на слайде перечень задач, которые нужно делать руководителю, да и всему коллективу, чтобы подчинить механизм. Но вначале нужно понимание, что делать и как. Нужно от чего-то отталкиваться, а не от фантазии или предположений. Есть такое понятие – туман войны. То есть принятие вот этих вот решений всегда осуществляется в рамках какой-то неизвестности. Например, мы все равно досконально никогда не сможем идеально расставить кадры, обучить всех так, как хочется, иметь весь необходимый материал. Но всегда чего-то не хватает. Всегда есть какая-то доля неуверенности при принятии решения или совершении какого-либо действия. Всегда. Это в человеческой природе. Если у вас омнии нет – это уже патология, не относящаяся к нашему семинару. Кстати, эффективность принятия решений зависит как раз от определенности данных. Еще в 60-х годах Игорь Янцов ввел понятие коэффициента неопределенности. Согласно ему, если этот коэффициент меньше 4-х, то какое-либо долгосрочное планирование просто бессмысленно. И чем меньше коэффициент, тем меньше срок уверенного планирования. Я как-то лет 20 назад располагал временем и попробовал просчитать этот коэффициент. Лучше не буду отвлекаться рассказывать сколько это заняло времени, но вывод получился однозначный. Необходимо так организовывать работу, чтобы процесс был гибкий, можно было своевременно видеть изменения на входе, то есть на рынке, принимать меры, и чтобы была возможность принимать эти меры, успешно двигаться по скорректированным пути, но все к той же намеченной стратегической цели, четко видимой в тумане. Ведь этот туман не только можно, но и нужно рассеивать. Вот тогда и будет большая четкость планирования и уверенность в состоятельности и надежности этого планирования. Как? А об этом как раз далее. При переходе на рыночные отношения экономики образование также переходит на рыночные отношения. Следовательно, на образовательные учреждения распространяются и все рыночные законы, хочет оно того или нет. Главный, так сказать, закон рынка – это модель пяти сил конкуренции Майкла Портера. Разберемся мы с ним далее, а пока что быстро пробежимся, чтобы понять, что это такое и зачем. Рыночная реальность такова, что наше ближайшее образовательное учреждение, с которым мы дружим десятилетия, в новых условиях стало нашим конкурентом. Ведь мы боремся с ним, по сути, за все. За учеников, лучших преподавателей, бюджетное финансирование, наконец. Далее, с одной стороны, на нас оказывают давление клиенты. Я намеренно употребил такое обозначение, ибо это не просто ученики. Это конкурентная сила, гораздо более объемное понятие. Но об этом тоже поговорим позже. С другой стороны образовательного процесса стоят его потребители. Это вроде понятно. Организации предприятия, на которые наши выпускники пойдут работать, и у них, естественно, тоже есть свои требования к нашему образовательному учреждению, в части уровня компетенций, которыми должен обладать выпускник для приема к ним на работу. Сверху и снизу мы видим угрозу со стороны появления новых конкурентов. Это, например, частные оплатные учебные заведения или вообще дистанционные программы обучения, которые, кстати, интенсивно развились и будут развиваться дальше. И, кстати, а у вас с этим как? И так называемые услуги-заменители, когда образовательная потребность удовлетворяется каким-либо другим образом. Например, путем передачи опыта наставничества. Например, автомехаником можно стать набравшись опыта в автоколонии, парикмахер поработал ассистентом какое-то время, пекарем на хлебозаводе, а новый язык программированный можно выучить самостоятельно. Схематично это и есть рынок, на котором работает наше образовательное учреждение. Классическую модель Портера по основным силам конкуренции, изобретенной еще полвека назад, впоследствии как только не дополняли. Например, вот такими факторами. Добавляя и конкуренцию внутри педагогического коллектива, что, кстати, тоже весьма важно, и влияние государства и многого-многого другого. Рынок, да, штука сложная. Но суть одна. В современных условиях на деятельность образовательного учреждения оказывают воздействие очень много различных факторов, что называется обложили по полной. И все их необходимо учитывать, рассматривать, влиять на них и корректировать свою работу, что мало кто делает. Вот теперь вроде бы немного понятнее, в чем заключается кризис. Новые условия предоставления образовательных услуг вызывают необходимость перестройки всей работы образовательных учреждений. К настоящему времени рынок в области образования вплотную подошел к так называемой точке маркетинга. То есть ситуации, когда наращиваемый объем предложения уравновесил доминировавший ранее платежеспособный спрос и стал превосходить его. Сформировался дифференцированный спрос на образовательные услуги. Сложилась развитая инфраструктура рынка образовательных услуг. Федеральные и региональные органы власти не в состоянии обеспечить для учреждения образования достаточную материальную поддержку, и им приходится обращаться к рыночным механизмам работы в целях выживания. На слайде представлено несколько таблиц официальной статистики Госстата. Отсюда можно увидеть, на какой рынок потребителей ваше учебное заведение нацелено, насколько он в принципе большой по размерам или маленький. Понятно, это только начало исследования рынка. Одна из проблем системы образования связана с прогнозируемым сокращением, а главное перераспределением численности учащихся. По официальной статистике, как можно видеть, численность образовательных организаций и обучающихся в принципе стабильна последние годы. Но это общая статистика, которая включает, как и всяко уважающая себя статистика, не совсем понятно что. А по некоторым прогнозам некоторых авторов, в сегменте среднего специального образования, например, намечается довольно значительный спад обучающихся, как это было в нулевые годы по этой же самой статистике, с одновременным увеличением доли высшего платного образования. Впрочем, все прогнозы, как мы знаем, мало эффективны в условиях неопределенной окружающей среды. Именно о чем я и говорил в начале. В любом случае, в подобной демографической и экономической ситуации, проблема набора учащихся встает достаточно остро и затрагивает интересы всех образовательных учреждений. Перед учреждениями стоит задача сохранить свой контингент учащийся и привлечь определенной имеющейся программой группы потребителей образовательных услуг. Поэтому руководству приходится решать не только проблемы психолого-педагогического и социального характера, но и проблемы поддержания конкурентоспособности учреждения. Таким образом, в настоящее время уже совсем остро проявилась необходимость внедрения в сферу образования рыночно-ориентированного подхода. В сложившейся ситуации победить в конкурентной борьбе и занять достойное место на рынке могут те образовательные учреждения, которые используют современные инструменты менеджмента и маркетинга. А это изучают спрос и предложения, сбалансированно формируют продуктовый портфель по образовательным услугам и продуктам, предлагают адекватные платежеспособному спросу и качеству цены и уровень компетенции потребителям, осуществляют коммуникационную политику с ними. За взаимоотношения с рынком отвечает такая наука направление как маркетинг. В последние лет 30, да и в России уже лет 5, существует подраздел маркетинга, маркетинг-образование. Вот на слайде указаны причины необходимости перехода образовательной организации на рыночную ориентацию. Ну, в общем-то, я об этом уже и говорил выше. При этом, важный момент. Переход на маркетинговое мышление необходим для всех сотрудников образовательного учреждения, а не только руководства. Вспомните первый слайд, шестеренки механизм-то крутят все. Думаю, всем известно классическое модель стратегического управления. Формирование общей стратегии развития, постановка общих и частных целей, разработка непосредственно стратегического плана, его исполнение, оценка получаемых результатов и корректировка составляющих для достижения цели в случае ухода заданного курса. На схеме вехи отображены по кругу, что означает системность, непрерывность и постоянность процесса. Конкретно для каждого руководителя это означает сформулировать правильное задание, выдать его подчиненному так, чтобы он его понял, дать ему средства для выполнения этого задания, получить результат и оценить его, и в конце, который является и началом, скорректировать дальнейшую работу с учетом полученного результата. В каждое из названий этих задач, пожалуй, больше вопросов, чем ответов. Ясности, наверное, становится еще меньше. Теперь вроде бы с одной стороны все понятно, что надо делать, чтобы победить кризис в теории, делать-то надо много, но что конкретно? Это вот именно очень правильный вопрос, но не один. Для решения любой и каждой из задач на любом и каждом этапе необходимо задаться четырьмя вопросами и ответить на них. Это вопросы. Что делать? Как это делать? Почему именно так это делать, а не как-то по-другому? Зачем вообще это делать? Приведет ли это к намеченной цели? Только ответив на все эти вопросы, пройдя все круги и выполнив все задачи, построив систему и разобравшись в ее работе, только тогда и таким образом мы сможем победить кризис. Только тогда все шестерние винтики нашего механизма будут работать в лад. Помогут нам в этом механизмы, методики и подходы, используемые рыночно-ориентированными организациями. Сейчас мы их и разберем.